Всем привет! Как вы поняли по названию видео, видео у нас узкого провиля сегодня. Я расскажу вам о старте нашего нового марафона про чувства, эмоции, отношения с мужчинами. Немножко о том, что у нас было в предыдущем марафоне. Мы с девочками работали над самооценкой, личными границами, отстаиванием, возможно, своего «я», о любви к себе, о том, как важно и почему важно слышать себя, любить себя, выполнять свои желания и как это делать. Девочки выполняли практические задания. Мы общались с ними в WhatsApp, в чате. Я отвечала на многие вопросы по ходу продолжения этого марафона, которые возникали. В принципе, мы обсуждали многие темы личные. Проблемы, как правило, у всех очень схожие, потому что люди подбираются по определенной тематике. Так вот, новый марафон у нас стартует 2 сентября. Первый эфир, это будет четверг, марафон об отношениях. Что на этом марафоне вы узнаете, какая информация будет, какой курс я написала. Первая тема наша будет здоровые отношения, определение, что такое нормальные здоровые отношения, на что мне нужно ориентироваться, как мне нужно выстраивать отношения с уже имеющимся партнером или искать другого партнера. Что является нормой? Если вы будете знать вот этот косяк нормы, вы уже сможете всегда анализировать, что со мной происходит сейчас с моими отношениями, окей это или не окей. Возможно, мне нужно что-то менять, чтобы не было вот этих потом разочарований, заблуждений, потраченного времени и тому подобного. Вы это сможете сами изначально уже понимать без помощи психологов. Также мы разберем о том, почему у меня есть установки, откуда берутся эти негативные установки, почему я выбираю не тех мужчин, почему у меня мужчины раз за разом с какими-то проблемами, почему я не могу однажды просто взять, встретить принца своего идеального и все мои проблемы закончатся. Очень огромный будет пласт, много информации по теме токсичных отношений, разрушающих, отравляющих отношений. Вы поймете определение, какие отношения являются токсичными, почему люди вступают, женщины вступают в такие отношения, которые приводят к абьюзу, к зависимости. Как можно выйти из таких отношений или какие люди склонны к вступлению в токсичные отношения, токсичные связи, отношения не только с мужчинами. Это все люди вокруг, это работа, семья, дети, это ваши могут быть близкие родственники, папы, мамы, братья и сестры. Это такой общий срез будет, но, конечно, фокус в основном на взаимоотношениях мужских и женских, потому что этот марафон у нас идет гендерный, о взаимоотношениях, о любви, о счастье, как стать счастливой в любви и найти того спутника, с которым мне будет классно. Следующая тема, которая у нас обязательно будет, скажем так, выявлена, идеальный мужчина. Как его найти? Как создать для себя идеального мужчину? Как его встретить? Я вам расскажу схему, как вообще притянуть, скажем так, к себе этого идеального мужчины. Когда вы уже его найдете, следующая наша тема о том, а как сохранить чувства? Как правильно себя вести в отношениях? Как понимать, где заканчивается мое индивидуальное личное, мое эго? Где начинается наше совместное, наше отношение? Какие манеры поведения, взаимодействия с партнером в отношениях нормальные? А когда надо бежать или когда нужно спорить, нужно отстаивать какие-то свои границы? Как правильно начинать эти отношения с мужчиной, чтобы потом не расхлебывать, не страдать? Как отслеживать, чувствовать себя в этих отношениях и свое тело, и свои желания? Как не растворяться в партнере? Как грамотно выстраивать взаимосвязи, взаимодействие и любовь? Об этом все будет в нашем новом курсе. Я напомню, что он будет 2 сентября. Оплатить вы можете в течение всего августа, с того момента, как выйдет это видео. Напишите просто мне на почту письмо с темой в письме о том, что марафон чувства. И напишите просто, я хочу участвовать, я вам вышлю схему оплаты, варианты оплаты, и следующее ваше действие, что нужно будет для этого сделать, как это можно будет сделать. И напомню, что сама суть, скажем так, мне кажется, не только информация, которую вы можете узнать в самом марафоне, а очень важный, ценный, поддержка в нашем чате, в WhatsApp, в нашей группе. Очень много желающих и девочек, которые хотят из моего предыдущего марафона поучаствовать и в этом новом. На самом деле это взаимосвязано все. Первый марафон был направлен на самооценку, установление личных границ, ощущение себя, как любить себя, зачем это вообще нужно, как мне это поможет в моей жизни. А сейчас это уже более детальное, концентрированное на взаимодействии полов мужчин и женщин. Это то, о чем, собственно, следующая ступень, когда ты окей, I'm окей, весь мир окей, правильно? Когда я в порядке, все вокруг меня тоже будет хорошо. И уже сейчас хорошая, например, самооценка, я могу начинать выбирать мужчин. Я могу разбираться в отношениях, я могу не бояться, например, расстаться, если мне что-то не нравится. Как мне вообще определить, что нормально, а что нет? Где нужно терпеть, а что нет? Как отказаться от своих базовых установок неверных, установок токсичных, от общества, от семьи, от родителей или какого-то плохого примера моих родителей? Или перестать, например, повторять жизненный сценарий своих родителей в отношениях мужчин и женщин в выборе партнера? Обо всем этом мы с вами поговорим на новом нашем марафоне. Первый эфир стартует 2 сентября. Если вы не успеете присоединиться к нам, вы можете еще в течение нескольких дней после старта, как было у нас в предыдущем марафоне. Я во всем желаю счастья, я во всех призываю поучаствовать, подключиться к нам, потому что девочки оказались очень довольны, всем очень понравилось. Я просто хочу, чтобы счастливых, довольных людей в счастливых гармоничных отношениях с противоположным полом стало вокруг вас, на нашей земле, на нашей планете гораздо больше, чем я сейчас. Давайте попробуем научиться правильному взаимодействию с противоположным полом, научиться уважать себя, любить. В общем, все это к нам придет. Почту под видео всегда в инфобоксе я оставляю. Пишите с темой письма. Марафон чувства, хочу поучаствовать в марафоне. Спасибо всем, всем пока.